Май, он, как правило, насыщен событиями в жизни участников клуба «Ветеран», дружников тыла, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому мы немножечко заранее проводим свой такой праздник, для того, чтобы все спокойно в нем могли поучаствовать, никуда не торопясь. Матч поколений между гимназистами и ветеранами – знаковое мероприятие в областной столице. Повод для необычных соревнований – важный наступающий праздник День Победы. Идея дружеского шахматно-шашечного турнира поддержал городской клуб «Ветеран». В нем состоят чуть больше 80 человек. Это труженики тыла, блокадники, дети войны, ветераны труда. Эта встреча – еще один повод познакомить детей со старшим поколением и сыграть командами в интеллектуальную игру. Пришли ветераны, они уже с опытом, и они хотят выиграть у маленьких-то, да? А маленьким-то не хочется проигрывать, понимаете? И они начинают их и учить. Вот опыт приобретают маленькие дети. Понимаете, как интересно. Вот другой раз прям отвязаться нельзя. Мы вот наметим им, например, 30 минут игры, да? А мы не можем закончить, потому что они хотят посмотреть, послушать. Почетный гость турнира – Михаил Петрович Волосняков. Ветеран Великой Отечественной войны с удовольствием рассказал детям о своем участии в параде 1945 года. А потом внимательно наблюдал за ходом матча поколений. Партии сыграли как любители, так и профессионалы. Это очень интересно. Поведать самих ветеранов, поиграть с ними в шахматы, познакомиться с ними. Это все очень интересно. Поэтому для меня это просто праздник, понимаете? Радость. Я очень благодарна. Потому что глаза горят, мы встречаемся и все это делаем с душой. Интересно. По регламенту две партии длились 80 минут. По итогам турнира победила дружба. Кульминацией встречи стали приятные творческие подарки. И ветераны, и гимназисты подарили друг другу концертные номера. Выступление посвятили наступающему Дню Победы. Наталья Забнина, Владислав Панин, Телеканал. Вариант.